Девочка-пай Здравствуйте! Вы смотрите очередной информационный выпуск событий. Коротко о том, что вы увидите. Полеты не во сне, а наяву. Мечты сбываются. Остается только научиться легкости. Ирландские танцы. Что это? Спорт или искусство? Узнавала Аксения Варлашина. Как живется новая обитательница дворца? Сове Чуи. Материали Натальи Ищукиной. А теперь об этом и другом подробнее. В Дворце Творчества состоялась торжественная церемония вручения почетного знака «Звезда Созидания». Наш дворец очень любит традиции. Что такое традиция? Это то, что лучшее повторяется в течение многих-многих лет. И вот в течение многих лет мы вручаем «Звезду Созидания» ребятам, лучшим ребятам нашего дворца. В этом году обладателями «Звезды» стали 46 воспитанников дворца. Как отмечают организаторы, это самое большое количество ребят за все годы существования церемонии. Сто раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его обомлял. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. Мир больших ветров и бездонных вод я хочу уплыть. Облажаться в день океан бескрайний, меня зовет, так орешет. Номинантами на награду становятся воспитанники, которые отличились в общественной жизни коллектива и дворца, а также достигли высоких результатов в творчестве. На этот раз среди награжденных были и наши коллеги из студии тележурналистики – Александра Фатьянова и Ильи Рауева. Это замечательный день. Как я больше запомнилась, как мы выходили на сцену. Мне запомнилось, когда назвали мое имя. Я сначала не очень среагировала, а потом побежала, как не знаю кто. Мне кажется, что этот праздник с каждым годом проходит все лучше и лучше. Во-первых, у нас все больше и больше зрителей. Во-вторых, у нас все больше и больше воспитанников, которые получают знак «Звезда созидания». И у нас все больше и больше педагогов, которые воспитывают наших звезд. Вот уже не первый год во Дворце творчества проходит научно-практическая конференция, которую организуют педагоги эколого-биологического отдела. Главные участники – ученики старших классов. В течение учебного года ребята проводят свои исследовательские работы. Все они, как правило, посвящены экологическим проблемам. Первые результаты своего исследования ребята представляют на зимней сессии. Жюри оценивает не только качество научного материала, но и умение его представить. Работа Маргариты Дрозд посвящена экономии воды и электричества в различных учреждениях. В качестве исследовательской площадки Маргарита выбрала эколого-биологический отдел. В рамках конкурса «Мои первые открытия» я решила провести исследовательскую работу «Экомониторинг» по эколого-биологическому отделу. Такая потребность возникла в плане того, что ученики и педагоги очень часто забывают о том, что нужно выключать свет за собой и также плотно закрывать воду. И идет утечка энергии. Очередная встреча участников научной конференции состоится весной. К этому времени ребята должны будут сделать работу над ошибками и завершить свои исследовательские проекты. Тогда же определится и победитель. 27 января ленинградцы отметили очередную годовщину со дня снятия фашистской блокады. В эти памятные дни по традиции во дворце устраивают праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. На сцену выходят не только дети, но и сами гости. Читают стихи, поют песни, поздравляют. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Генриете Николаевне Соляевой было всего четыре года, когда началась война. Она пережила всю блокаду. В памяти сохранилось многое из той далекой жизни. ПЕСНЯ По-моему, все от начала до конца было очень страшно. Обессиленные, изможденные люди шли с этими ведерками до фонтанки. Своими немощными силами зачерпывали воду, наливали в свое ведерочко и тащили его домой. Настолько постоянно хотелось есть, что магазины открывались в девять утра, но мы уже стояли около магазина, хотя еще час стояли. Произошел прорыв, сначала прорыв, а потом снятие. Это такая надежда у людей, ведь только надежды люди могут жить. И вот эта надежда, что действительно мы теперь получим, немножко хлеба нам прибавят, что у нас какие-то шансы появятся выжить. Поэтому я вот считаю, что что бы ни случилось вот в этой, ну мало денег, много денег, но жизнь хорошая. Каждый человек приходит домой, в свое жилье, у него есть свет, у него есть вода, он пришел, руки мы, вымыл, сел, спокойно кушает. Да еще и телевизор включил, какая роскошь, а раньше даже этого не было. А вы знаете, что ландыши и ирисы начинают цвести в мае, а в Дворце Творчества они зацвели уже в конце февраля. Возможно, улыбки детей помогли им растисти раньше. В минувшем году петербуржец Леонид Волков победил на чемпионате мира по танцам в байратрубе, который проходил в Испании. Он выиграл в самой зрелищной категории – артистическом фристайле. Полеты, когда скорость ветра достигает 270 км в секунду, становятся все популярнее. Наш корреспондент Дарья Постникова знает об этом в необычном виде спорта не понаслышке. В декабре 2016 года в аэротрубе «Флай Стейшн» проводили соревнования, которые назывались «Зимние двойки». Моим напарником был Борис. Он тоже спортсмен. Наша команда называлась «Биди Тим». Человек всегда стремился к полету. Впервые это удалось попробовать еще в 18 веке до нашей эры. В древней Греции имя взлетевшего известно многим – Икар. К сожалению, полет этот был неудачным. Спустя 3000 лет появился проект первого летательного аппарата. Изобрел его Леонардо да Винчи. Но летать люди смогли только в начале 20 века. А к его концу было изобретено устройство, способное поднять человека в воздух без всяких приспособлений. Сегодня аэротрубу активно используют не только в качестве развлечения. Это уникальный тренажер для парашютистов и военных. Полеты в аэротрубе превратились в самостоятельный вид спорта. Тренировка начинается с разминки. При этом спортсмен должен быть уже в костюме. Как тяжелые атлетики в этом виде спорта используют такое понятие, как «сет» или «подход». Серия непрерывных повторений отдельного упражнения делается для профилактики и адаптации мышц к более высоким нагрузкам, которые дает аэротруба. Мои занятия в аэротрубе длятся 20 минут. Но перед тем, как зайти в трубу, я должна одеть шлем. Безопасность превыше всего. Пожалуй, нет такого вида спорта, где танцы, акробатика, клоунада, спорт и самое главное – свободный полет, зачитались бы вместе так, как это возможно в аэротрубе. Особую популярность это направление приобрело после Олимпийских игр 2006 года в Турине. Выступление акробата в трубе стало частью программы закрытия церемоний. С тех пор армия поклонников полета в трубе с каждым годом только увеличивается, и я одна из них. Дарья Постникова, Анна Постникова и Александра Фасьянова. Специально для передачи события. Совы – необычные птицы. Это чудесные существа. Очень часто встречаются в сказочных, мистических книгах. Складывается впечатление, что птицы хранят какую-то тайну. Так ли это? Узнавала Наталья Щукина. Сова Сипуха приехала в Петербург из Ярославского зоопарка. Она была совсем малышкой, а это значит, что вместо перьев ее тело было покрыто пухом. Сейчас совесть 7 месяцев. Несмотря на то, что она еще маленькая, выглядит Чуи, а именно так ее зовут, как взрослая птица. В природе хищные птицы живут меньше по одной простой причине. Любая травма, она негативно сказывается на состоянии пера, а если плохое перо или травма, птица не может охотиться. Не может охотиться, ей сложно выжить. Очень мягкое перо, очень промокает под дождем. От дождей тоже страдают. Но вообще где-то в природе 7-10 лет неволе, может, до 16 при правильном уходе. Основу рациона Сипух составляют различные мышевидные грызуны. Полевки, крысы, хомяки, песчанки. Возможно, поэтому в народе сову прозвали аммарной, а по-латыни называют тита альба. Охотятся чаще всего ночью, когда нет конкурентов. Собы поддаются при дрессировке очень плохо. Обычно одна сова учит один трюк. И вот, к примеру, рассказ о тех совах, которые снимались в фильме Гарри Поттера, там каждая сова выполняла один трюк. У сов очень большая голова и очень большие глаза. Поэтому беда с трюками, они не могут их запомнить. Чаще всего это прилет на перчатку. Сипухи, впрочем, как и остальные совы, друзей не заводят. Они вообще не любят других животных. Если вы думаете, что как в Гарри Поттере сов можно содержать дома, вы глубоко заблуждаетесь. Им нужно полноценное питание и отдельная комната для полетов. Сипухам, в отличие от других птиц, немного повезло. Они не являются вымирающим видом. Благодаря расчистке лесов и развитию сельского хозяйства, они хорошо размножаются. В одной кладке может быть до 14 яиц. Все зависит от количества мышей. Как правило, совы образуют одну семейную пару. Но встречаются и многоженцы, и даже многомужцы. Правда, очень редко. В России, в дикой природе, сипуху можно встретить только в Калининградской области. А в Петербурге ее можно встретить в нашем 2Ц. Наталья Щукина, Александра Фатьянова. Специально для передачи события. Кто из нас не хотел бы попасть на берега острова Ирландия? Но не у всех есть возможность. В Петербурге работает 15 школ, где обучают ирландскому танцевальному искусству. Аксения Ван Лашина предлагает познакомиться с популярным направлением в культуре республики на Туманном Альбионе. Возможно, история традиционного ирландского танца начинается со времени возникновения кельтских народов, галлов, которые основали собственное государство в 5 веке до н.э. А чуть позже добрались до Ирландии. В начале 18 века появились бродячие учителя, которые положили начало в современной школе ирландских танцев. Популярность мировая пришла после Евровидения 1994 года, когда в интеракте было предоставлено шоу «Ривердэнс». Ну и каждая страна невольно дополняет в танец свои краски. Люди, которые пришли в ирландский танец уже с каким-то танцевальным опытом, они, естественно, пытаются творчески его как-то там обработать и что-то привнести. То есть, да, есть примеры тому, очень удивительные и красивые. Как и в любом национальном танце у ирландцев есть отличия не только в манере исполнения, но и в одежде. Прежде всего она должна быть видна издалека, а поэтому все делается очень ярким. Макияж, платье с большим количеством страз, обязательно белые носки, которые также могут быть со стразами. И последнее. У ирландского танцора обязательно должно быть две пары обуви – мягкая и жесткая. Это Ксюша, ей 15 лет. Она мечтает стать хореографом, поехать в Ирландию и открыть там свою школу. Танцами девочка увлекается с раннего детства, но вначале занималась русскими народными. Однажды она увидела по телевизору выступление Lord of the Dance. Ксюше так понравились движения и чувства, которые передают эти танцы, что она влюбилась в них. С тех пор прошло уже 6 лет. Танец дает чувство легкости, и танец дает человеку раскрыться, и стеснительным людям побороть свою стеснительность, то есть узнать себя и открыть для себя что-то новое. Ирландские танцы можно смело отнести к спорту. Существуют чемпионаты стран, континентов и мировой чемпионат. Все выступления проходят под живую музыку. Ограничений во возрасту нет. 17 марта отмечается День Святого Патрика. Праздник, когда можно увидеть ирландские танцы в любой стране мира. Арсения Варлашина, Александра Хатьянова, специально для передачи события. В середине марта весь мир будет наблюдать за самым тихим днем в году – Днем Сна. Появился он в 2008 году по инициативе Международной ассоциации медицины сна. Она же является его главным организатором. Зачем нужен такой необычный день? И как люди разного возраста относятся ко сну? В специальном материале Офелии Террис. Мой папа говорит, что сны развивают память, и поэтому мы запоминаем их, чтобы потом друг другу рассказать. А что видят во сне воспитанники нашего дворца и их родители? И каких снов больше – цветных или черно-белых? А еще, что делать, если тебе приснился страшный сон? А что такое сон в вашем понимании? В моем понимании сон – это какая-то другая реальность. Сказка только не настоящая. Ну, это, можно сказать, когда ты смотришь фильм, когда спишь. Ну, что-то вроде этого. Ну, наверное, о чем мечтаешь или чего хочешь. И может, чего не хочешь. Это ваша фантазия? Это жизнь в каких-то других мирах. Скажите, пожалуйста, как часто вам снятся сны? Практически постоянно. А какие – цветные или черно-белые? Вот, честно говоря, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне представляется, что все-таки цветные. Я не знаю, мне всегда по-разному. Сейчас черно-белые, а раньше цветные. Почти каждую ночь и цветные. Цветные в основном, да. Черно-белые. Каждый день исключительно цветные. А что делать, если человеку приснился страшный сон? Ну, наверное, надо успокоиться и продолжать жить дальше. Проснуться. Победить в нем, утром проснуться и подумать о чем-нибудь хорошем. Ничего не делать, задуматься об этом. Ущипнуть себя. Забыть его. Нужно повернуться на другой бок. Ученые считают, что взрослый человек должен спать 7-8 часов в сутки. Женщины должны спать на 1 час больше, потому что они более эмоциональны. А дети должны спать 10 часов. Интересно, все ли придерживаются этого правила? Чтобы люди обратили внимание на свой сон, а значит здоровье, и был придуман день сна. Осталось только объявить его выходным. Офелия Террис, Александр Фатьянова. Специально для передачи события. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. С вами была Эльвира Ойрах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин